Всем привет, вы на канале инвестблокбэкриз и сегодня мы поговорим о рисках и основных правилах работы в хайпах. Инвестирование в хайпы, помимо высоких процентов, несет себе и высокий риск. Поэтому сразу определитесь, готовы ли вы принять все эти риски? Если нет, тогда лучше не участвовать ни в хайпах, ни в любом другом виде инвестирования вовсе. Что важно понимать? Аббревиатура хайп расшифровывается как высокодоходная инвестиционная программа. На практике это означает, что к хайп приотносятся все инвестиционные программы, которые приносят пассивный доход выше, чем в банке. Инвестиции предполагают возможность заработать, но не гарантируют успех. Успех – это вывести больше, чем вы вложили, прежде чем компания прекратит работу. Вы должны понимать, компании не печатают деньги, а только передают их от одних людей к другим. Наличие так называемой реальной деятельности, а также наличие документов, не дает гарантии работы денег по этим документам. В 99% реальная деятельность компании – это всего лишь легенда, чтоб привлечь как можно больше инвесторов. Итак, давайте обратимся к основным правилам инвестирования. Первое и самое главное правило – это диверсификация. Стабильность прячется не в выборе какого-то конкретного проекта, а в создании устойчивого портфеля. Неважно, насколько хорош проект, компания или даже банк рано или поздно их ждет скам, закрытие. Когда он случится, никто из нас не знает. Распределение средств по разным качественным проектам существенно повысит ваши шансы быть в хорошем плюсе. Лучше всего распределить свой портфель помимо хайпов и в иные инвестиционные направления. У меня это дефисектор, криптовалюты, ну а также часть денег у меня вложены в акции крупных компаний, такие как Apple, Google и Microsoft. Разберу свой портфель. У меня вложено, как я говорила, по трем крупным секторам. Дефи – это PancakeSwap, Nominex, Biswap, HotCross. В хайпах сейчас это EarningPro, GrandProfit, GrandQuality, Futurion, IsoConnect и криптовалюта. С моим портфелем долгосрочно можно ознакомиться на моем канале InvestBlogByChris. Также на своем канале я рассказываю про все направления, которые вкладываю. Кроме этого, на моем YouTube-канале можно увидеть видео по большинству из перечисленных проектов. Так и у вас должно быть. Если есть 1000 долларов, допустим, свободных денег, которые вы готовы инвестировать, выбирайте разные направления и разбейте вашу сумму в равной степени на эти три направления и спокойно работаете. Итак, следующий пункт – это выработайте свою собственную стратегию. Определитесь, как вы будете поступать с профитом. Изначально выработайте стратегию, какую часть профита вы будете выводить, какую пускать на реинвест. Это может быть 50 на 50 или 30 на 70 или любая другая процентов. Также можно делить профит на три части. Одну третью пускать на реинвест, одну третью выводить себе кошелек, а для дальнейшего инвестирования в новые проекты, а одну третью выводить в фиат для жизни. Так мы зарабатываем для того, чтобы жить, а не наоборот. Процентовкой определяйтесь сами, в зависимости от ваших желаний и потребностей. Третье правило, о котором мне хотела бы с вами поговорить – это не верьте админам. Входя в проект, я не вникаю в легенду хайп. Все равно убедиться в пройденности информации мы с вами не можем. Нам инвесторам нужно изучить только маркетинг, тарифные планы, регламент выплат и реферальную программу. Я поэтому не люблю зумы, оффлайн-встречи. По проекту я всегда могу сама принять решение. Для этого мне нужен только сайт. Примером приведу Asset Finance. Они рассказывают про золотые прииски, показывают какие-то непонятные картинки, непонятно кто и чем здесь на этих картинках занимается. Ну и в принципе, как вообще такому можно верить? Мне кажется, люди идут на вот эту вот красивую легенду. Следующий пункт – это, конечно же, позаботьтесь о безопасности. Зарабатывать на хайпах не получится, если вы не думаете о безопасности. Берегите почту – это доступ к вашим деньгам. Нужно завести как минимум три почты. Первый для проектов – она будет публичной, а другие – почты для платежных систем. На одну платежку – одна почта, и нигде ее не светите. Регистрировать лучше Gmail. На нее, в отличие от других, почт без проблем приходят все письма. Можно поставить SMS-подтверждение при входе. Не используйте один пароль на нескольких сайтах, запомните правила. Новый проект – новый пароль. Если вы не можете запомнить данные пароли, купите себе блокнот и все просто записывайте. Но еще важное правило – никогда не проходите ни по каким ссылках от неизвестных людей и не принимайте файлы. Так легко могут получить доступ к вашему компьютеру и взломать все данные полностью. Пятое правило, про которое хочу рассказать – это не ведитесь на обещания за завал. Если человек, приглашая вас в тот или иной проект, поет вам о гарантиях, о том, что рисков нет, сразу кидайте его в игнор. Даже не спорьте с такими. Это либо зеленый новичок, пробует набрать рефералов, сам ничего не понимая в проектах, либо пытается заманить лоховод, который наобещает все, что только можно наобещать, лишь бы вы сделали вклад. Бумажки и договоры, которые вам чаще всего показывают гарантии, не являют. А с рисками все проще. Они есть в любой сфере. И, вы должны это понимать. Старайтесь заходить в хайп пораньше. Чем раньше вы зайдете, тем больше шансов заработать. В этой сфере кто первый, того и так. Поэтому стараюсь заходить в новые качественные хайпы. Но и крепко цепляться за дату старта не нужно. В качественном, проверенном хайп-старичке у вас гораздо больше шансов заработать, чем в новичке, который запустился вчера и которым только встает на ноги. Обо всех новых проектах или старых проектах я стараюсь писать на своем канале. Но еще одно из самых главных правил, это не забывайте фиксировать прибыль. Копить деньги на балансе проекта глупо и небезопасно. Выводите начисления как можно чаще. Я вывожу каждые 3 дня. Здесь я всегда рассказываю Дэвиду Лещинске из компании Текра, у которого на балансе лежало 2,5 биткоина и 400 эфиров. Если вам такое показывают, то надо задуматься, реально ли это человек или просто в пейке, пытается вас затянуть в скамный проект. Потому что суммы в личном кабинете это ничего не стоящие цифры на экране, пока не достигнут вашего электронного кошелька. Как только они достигли вашего кошелька, они уже превращаются в реально заработанные деньги. Решение вкладывать деньги в тот или иной инвестиционный проект каждый из винстаров вы принимаете только сами. Ответственность за неудачный вклад несете также вы сами. Я на своем канале описываю только свой опыт и свои действия. На этом сегодня все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Я очень надеюсь, что оно было для вас полезным. Если это так, ставьте лайк. Ну и конечно подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!